Киберспорт приравняли к футболу. Министерство спорта признало киберспорт видом спорта, который нужно развивать на общероссийском уровне. Как в Красноярске чувствуют себя любители виртуальных игр и кто из наших стал звездой мирового уровня? Дмитрий один из главных организаторов турниров по киберспорту. Он и сам раньше играл, но быстро понял, что без постоянной соревновательной практики успеха не добиться. Поэтому 4 года он организовал турниры для российских киберспортсменов. На уровне других регионов России, то в принципе развит он неплохо. Опять же, благодаря энтузиазму, который я там, еще ребята, которые периодически организуют мероприятия. То есть чуть-чуть он, конечно, развит. Но на уровне Европы он даже не начал развиваться, скажем так. Последние полгода у Дмитрия затишье. Для того, чтобы организовать соревнования, нужно много времени, сил и средств. Но вложения не окупаются. Иначе, рассказывает, устраивал бы турниры каждую неделю. Аудитория Красноярска, она огромная по киберспорту, но завлечь людей куда-то на мероприятие очень сложно. То есть приходится платить даже зрителям, чтобы они пришли, посмотрели. То есть просто очень вялые игроки. То есть все хотят играть, все готовы играть, но сидеть дома. В мире киберспорта есть и суперзвезды из Красноярска. Дмитрий Мининков, известный под ником «Дитяра», поиграл за такие известные команды, как «Нави» и «Вегас Квадрон». А начиналась его профессиональная карьера именно с любительских турниров в Красноярске. Хорошая игра и дружелюбный характер помогли «Дитяра» примкнуть к звездам киберспорта. Чтобы добиться успеха, говорит Дмитрий Старчевский, нужна постоянная практика. Нужно относиться к киберспорту как к работе, а не как к хобби. Перспективы, как и в любом суппорте, есть. И все зависит от желания, от старания. То есть для начала люди становятся чемпионом школы, университета, региона, страны и уже может попасть на мировую киберсцену. То есть так, как хотят все сразу же получать зарплату мировой звезды и играть на уровне школьника седьмого класса, такого, естественно, быть не может. Павел – капитан команды в дисциплине «Дота». Увлекся и более десяти лет назад. И до сих пор регулярно играет. Со своей командой они победили на региональном этапе. Сейчас готовятся к поездке на всероссийский турнир в Москву, чтобы побороться за приз в 7 миллионов рублей. Тренируются дома, общаются с товарищами по команде через скайп, придумывают новые победные стратегии. Я один захожу, без команды, без никого, играю на себя, играю на свой рейтинг, таблица. И пытаюсь развиваться сам. А вечером, когда прихожу с учебы, после всех дел мы собираемся всей командой и начинаем тренироваться вместе с общением, разрабатывать стратегии и прочее. Павел состоит в сборной университета по волейболу. Но все-таки сердце лежит киберспорту. Хотя и понимает, что конкуренция здесь большая. Как сейчас? Все ребята от мала до велика сидят за компьютером, играют, тренируются. Все мотивированы примером вот этих вот ребят, которые уже подобились чего-то. Если сложится, то попробовать себя в роли киберспортсмена профессионального. Если нет, то статься просто любителем. В некоторых городах уже открываются киберарены. Игроки и организаторы турниров надеются, что в ближайшее время киберспорт начнет активно развиваться и в Красноярске. Либо благодаря частым спонсорам, либо благодаря государству. А пока тренируются дома и проводят любительские турниры.